Давайте сегодня вместе с вами приготовим капустную запеканку. Я очень люблю готовить что-то из капусты. Блюда получаются сочные, содержат много клетчатки и мне всегда очень вкусно. Сперва берем с вами среднюю луковицу и достаточно крупную морковку. Лук режем на мелкие кубики, морковку натираем на терке. Кстати, если вы покупаете мытую морковь, как это делаю я, все равно тщательно ее помойте, потому что на поверхности могут оставаться частички почвы. Слегка смажьте сковороду маслом. Я обычно делаю это либо кисточкой, либо с помощью распылителя. Обжарьте лук и морковь до мягкости под закрытой крышкой. Выложите на сковороду нашинкованную капусту, добавьте немного воды и тушите 15-20 минут. После того, как вы все приготовите, слейте жидкость. Я на несколько минут кладу всю смесь в дуршлаг. Натрите сыр. В капусту мы его добавим, когда она уже остынет, иначе он расплавится раньше времени. Прежьте любимую зелень. В этот рецепт я добавляю зеленый лук. В принципе, можно приготовить и с морковью. Другую зелень здесь, если честно, я не вижу. Постепенно добавляя ингредиенты, хорошо перемешиваем нашу смесь. Не забудьте посолить, поперчить и добавить специи. Помните, что прованские травы дают достаточно яркий вкус, поэтому лучше с ними не перебарщивать. Фарш также немного посолите, поперчите и перемешайте. Запеканку готовим именно в силиконовой форме, так как она очень нежная. Выкладываем слоями капуста, далее фарш и снова капуста. Запекайте при температуре 180 градусов 25-30 минут. Запеканка получается вкусная и сочная. Ее можно подавать как в холодном виде, так и в разогретую. Мы указали ингредиенты на 3 порции. Калорийность каждой порции всего 282 килокалории. Приятного аппетита!